Итак, что мы успели сделать? Мы вывели локальную и интегральную теорему Барву-Лапласа. Что было? Монета, у которой есть две стороны, и причем она несимметричная, то есть вероятностью П выпадает единичка, да? Отлично. А давайте-ка мы изменим задачу. Монету поменяем на экране кубика. Записываем обозначение. Есть величины. П1 и так далее, ПМ, положительные числа, сумма которых равна единице. Кужитая это единица минус ПЖитая. Что такое кужитая? Это вероятность того, что не произошло житое событие. И представим себе, что мы Н раз такой вот, играли кубик, да? Кубик с М-гранями. Представляем себе, бросаем. И нас интересует такой вопрос. С какой вероятностью после Н бросков К первый раз выпадет первое событие, К второй раз выпадет второе событие и так далее, КМ раз выпадет М-ное событие. Это практически то же самое, что формула Мавра-Лапласа, только вот давайте поймем, как это писать в таких обозначениях. Идея понятна? Что разумно, какую величину разумно использовать? Сколько раз по идее должна выпустить первая сторона? НП1. Правильно. Значит, из числа К1 надо вычесть НП1. Пишем. К1 минус НП1. Тогда мы выводили там, еще на что-то делили? Выводили на дисперсию. Корень из дисперсии. Вот и делили. На корень из НП1 К1. И обозначай это Х1. Ну и точно так же будет Х2, Х3 и так далее. Давай, везде Ж напиши вместо Единички. Просто везде напиши Ж. Чему точно равна вероятность? Вероятность того, что что-то произойдет? Нет, вероятность того, что К1 раз выпадет первой стороной, К2 раз второй и так далее. КМ на Н стороной. Это такой не бинамиальный, а Н факториал делить на... Правильно, вот и пиши. Н факториал разделить на... К1 факториал, К2 факториал и так далее. Упределяем. КМ на факториал. Так. Да. И еще. На... П1 в степени К1, П2 в степени К2 и так далее. Разумно? ПМ на в степени КМ на. Так вот, оказывается, что верна следующая теорема. Эта вероятность может быть приближена при помощи следующей формулы. Нам нужно доказать, что та вероятность примерно равна такому выражению. Но заметим, что когда у нас только два события, то формулы работают. Ну, мы ее доказали уже. Да. То есть, там было просто корень из двух ПМ. Ну, М равнялась двум, поэтому так и есть. Там было корень из ПКУ, но просто КУ равнялась единице минус. Вы проявите? Ну, то есть, по второму. Да. КУ равнялась по второму. Вот. Тогда мы тебе докажем. Это то же самое, что мы уже делали. Только... Ну, что надо сделать? Надо расписать формулу Стивлинга. Я расскажу по формулу Стивлинга. Е сокращается. Потому что вверху е в степени n, а внизу е в степени К1 умножить на е в степени К2 и так далее. А сумма чисел К как раз есть n. Отлично. Е сокращается. Дальше. Сравниваем с формулой, которую мы хотим получить. У нас будет коэффициент корень из 2ПН разделенный на произведение корней. Да. И дроби вида n в степени КЖ делить на КЖ в степени КЖ на... Не-не-не, давай не терапиться. Давай просто посмотрим. Корень из 2П. Он в нужной степени? Корень из 2П в нужной степени. Ура. Значит, про него мы уже забываем. Дальше. Вот эти вот. Корень из К1, корень из К2 и так далее, корень из Км. Смотри, тут простая идея. Надо каждый раз разделить на n. Ну, понятно, что ты делаешь, да? Да. Вот здесь пишет... Под корнем только, да? Под корнем пишет, здесь вот здесь n. Да. И вот здесь на n в n-ной степени. На n в n-ной степени. И даст ровно ту самую. На n в n-ной степени это будет ПН. Да. В пределе. В пределе это будут вот эти Пэшки. Да. И из этого корня будет n в степени m-1. Отлично. Поэтому знаменатель мы уже объяснили. Осталось объяснить числитель. Да. А для этого... Нет. Извини. Для этого надо сделать выкладку. Числитель, чтобы объяснить... Ну, во-первых, надо n в степени n расписать как n в степени К1. Ну, множить, понятно, да? И вот. То есть надо объяснить, почему n в степени К1 на К1 в степени К1 делить на К1 в степени К1 это Е в степени минус 1, 2, К2, 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 К2. А давайте надо писать без индексов. Давайте писать. Индексы не будем писать, так будет легче, да. Надо x использовать отцепени К2. Да, надо, к сожалению, написать, чему равно x. x это К минус nP делить на корень из nPQ. Без этого никак. Так. Мы уже считали. К это... Надо взять логарифм. Мы же должны фактически проверить, что логарифм это будет минус Qx квадрат пополам, правда? Логарифм этого, это есть К умножить на логарифм... Да, 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 конечно, конечно. Ну, давай считать. К умножить на натуральный логарифм Троби. Числитель и заменатель делим дроби. Значит, скобка открывающая не нужна. Числитель и заменатель делим на nP. К делить на nP. Да. К делить на nP это сколько? Так, К это nP плюс x корней из... nPQ, да. Как мы уже считали, это 1 плюс x корней из... Да, 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 вот пиши. Равно минус К логарифмов... Из 1 плюс x корень из Q... Q, нормально, напиши. Q. Да. Отлично. Ну и логарифм разлагай. Мы должны все-таки вместо К подставить его значение. Отлично. Когда мы вместо К подставили, минус занесли внутрь, получилось действительно вот такое выражение. Х квадрат... Да. Дальше... Х квадратку пополам, да. Дальше... И дальше вот... Х в кубе на... Ну это неинтересно, потому что это уже бесконечно малая величина. Поставь там приближенно равно вместо равно. Да, приближенно. И там тоже слева. Приближенно равно. Так, ну хорошо. Вообще-то это то, что нам нужно было. Потому что смотри. Минус х квадрат Q плюс х квадрат Q пополам. Это же вообще-то минус х квадрат Q пополам. Правда, есть вот эта неприятная величина. Минус х корней из НПК. Но! Может быть, все не так плохо. Может быть, мы посмотрим, что такое минус х корней из НПК. У нас там формула была, как она была связана с числом К. Да. Именно эта формула. К минус НП. К минус НП. НВ минус К, точнее. Да. Ну, минус... Так очень важно, когда мы просуммируем по всем, что это будет такое. Это будет сумма всех чисел К1, К2 и так далее, КМН. Минус... Н умножить на сумму всех Пшек. А сумма всех чисел П – это единица. Поэтому это будет сумма всех К минус Н. Да. То есть 0. Значит, здесь у нас, оно, конечно, не уничтожается, вот это вот... Ну, вообще уничтожится. Но когда мы просуммируем по всем, оно уничтожится. И останется только... Минус х квадрат куб по полу. Да. Когда бросаем М-сторонний кубик, то вероятность... Примерно М-нонцевой лечи. Да. Спасибо. Отлично.